Вы смотрите Массмедиа Камчатка. Сегодня в выпуске. Жителям и гостям полуострова настоятельно рекомендуют держаться подальше от вулкана Безымянного. В райцентре Соболева на западе Камчатки, где расположены несколько рыболовецких предприятий, не хватает лекарств. Елизовский любитель пьяной езды, уже имея за спиной проблемы с законом за свое пагубное пристрастие, вновь вляпался в криминальную историю. Подробности далее. Вулкан Безымянный проявляет активность. На восточные склоны лавового купола обрушились горячие лавины. Пепел от них поднялся на высоту 2-3 километров. Как сообщили в Краевом МЧС, спутниковые данные показывают значительное увеличение размеров и температуры термальной аномалии над вулканом. В течение месяца ожидается эксплозивное извержение вулкана с высотой пепловых выбросов от 6 до 15 километров над уровнем моря. Возможен сход пирокластических потоков в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров. В поселках Ключи, Козыревский и Усть-Камчатского района возможно выпадение пепла. При изменении направления ветра велика вероятность оседания пепла в других районах. В связи с этим жителям и гостям полуострова настоятельно рекомендуют держаться подальше от вулкана Безымянного. Предупреждение сделано на основании заключения внеочередного заседания Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценки сейсмической опасности и риска сейсмической и вулканической активности в регионе, а также на основании сообщений от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Кверт. В райцентре Соболева на западе Камчатки, где расположены несколько рыболовецких предприятий, не хватает лекарств. Об этом заявил губернатор края Владимир Солодов, который побывал в Соболевском районе. «Вопрос функционирования аптеки Камчат-фармации, иначе как бедственной, я охарактеризовать не могу. Буквально за несколько месяцев ассортимент упал, и доступность снижена, и в общем настроение, честно признаюсь, паническое». Губернатор потребовал исправить ситуацию, поручив Краевому Минздраву обеспечить закупку медикаментов через Соболевскую районную больницу, а также реорганизовать работу сельского аптечного пункта. Глава региона добавил, что работу предприятия Камчат-фармации надо срочно стабилизировать. «Олега Сергеевича, прошу и вас лично, и всё руководство Минздрава самое пристальное внимание сейчас уделить, вручную добиться короткие сроки решения вопроса. Ещё раз мы вопрос о банкротстве, в стадии банкротства не стоит. Нам необходимо стабилизировать предприятие, проанализировать финансовую деятельность, обеспечить сейчас поддержку с точки зрения стабильного функционирования и одновременно закрепить финмодель под ответственность конкретных должностных лиц, которая позволит не наращивать дальше долги». Районный центр Соболева находится на западном побережье Камчатки. Там проживают почти полторы тысячи человек. Но сейчас, когда идёт лососёвая пути, на людей там больше. Напомним, по вопросам лекарственного обеспечения можно обратиться в Краевой колл-центр по телефону 8 800 141 400 и в Министерство здравоохранения по номерам, указанным на ваших экранах. Приговор по делу об очистке Краноцкого заповедника остался без изменений. Судебная коллегия по уголовным делам Краевого суда 24 июля приняла решение, что постановление городского суда Петропавловска законно и не подлежит отмене. Напомним, в апреле этого года решением суда фигуранты из числа действующих и бывших сотрудников Краноцкого заповедника были приговорены к лишению свободы условно. Заместитель директора по познавательному туризму Роман Корчигин на три года, замдиректора по финансовому и правовому обеспечению Оксана Терехова на пять лет, бывшие сотрудники заповедника Дарья Паничева и Николай Позняков на три с половиной и два с половиной года соответственно. Сотрудников Краноцкого заповедника обвинили в хищении 450 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на ликвидацию накопленного экологического ущерба. Судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы и выслушав мнение сторон, пришла к выводу, что виновность осуждённых в совершении инкриминируемых им преступлений доказана, а назначенное наказание является законным и справедливым. Объект недвижимости одного из осуждённых вывели из-под ареста и вернули залог. В остальном, приговоры постановления Петропавловска-Камчатского городского суда оставили без изменения. В Краноцком заповеднике добавили, что осуждённые вину не признают и будут продолжать добиваться отмены приговора. «Добрый день. Полиция, есть информация у нас, что у вас оружие есть. Есть оружие? Ни у кого нет оружия?» За незаконное хранение оружия и боеприпасов камчатского оленевода и директора оленеводческого предприятия ждёт наказание. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОМВД России по Камчатскому краю и Корягского МО МВД России задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов к огнестрельному оружию. Установлено, что оленевод незаконно хранил на территории оленеводческого стана, расположенного недалеко от посёлка Палана, нарезное огнестрельное оружие и 38 патронов к нему. Также гладкоствольное однозарядное ружьё и 10 патронов, которые незаконно передал ему директор оленеводческого предприятия. Патроны и оружие изъяты из незаконного оборота полицейскими. Экспертно-криминалистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному и гладкоствольному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы. В отношении мужчин возбудили уголовные дела. Им избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование. Елизовский любитель пьяной езды, уже имея за спиной проблемы с законом за своё пагубное пристрастие, вновь вляпался в криминальную историю. В конце прошлого года 52-летний мужчина дважды попался пьяным за рулём, после чего продал свою машину. Через несколько месяцев злоумышленник пообещал приятелю починить его автомобиль. Но вместо этого сдал транспорт в металлолом, а полученные деньги потратил на себя. Владелец авто обратился в полицию. В итоге Елизовский суд признал местного жителя виновным в повторном пьяном вождении и растрате чужого имущества. Назначил ему наказание в виде 400 часов исправительных работ и взыскал 150 тысяч рублей. Это рыночная стоимость проданного автомобиля, за рулём которого он рассекал в нетрезвом виде. Кроме того, псевдоавторемонтника обязали выплатить 65 тысяч рублей материального ущерба владельцу, сданного на металл автомобиля. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Пытались провести икры больше, чем разрешено. Пятерых нарушителей поймали в главном аэропорту Камчатки с 20 по 22 июля. Трое из них – пассажиры авиарейса в Новосибирск. В общей сложности хотели вывезти за пределы региона на 14,5 килограммов икры больше нормы. Ещё два человека, улетающих в Москву, хотели обмануть систему на 3 килограмма каждый. Но им это не удалось. Все нарушители добровольно передали излишки деликатеса сопровождающим. Добавим, с начала лета Россельхознадзор выявил 8 нарушений при авиаперевозках икры без маркировки и 11 с начала этого года. Напомним, каждому авиапассажиру разрешается провозить в багаже или ручной кладе не более 10 килограммов деликатеса без маркировки. Эксперимент начался с 1 ноября 2022 года и будет проводиться на Камчатке до 1 августа 2025. Репелленты для слабаков. Мельковчанин спилил 25 деревьев, чтобы отпугнуть комаров. Ноу-хау в борьбе с кровососами отправила его на скамью подсудимых. Ему грозит срок. 44-летнего дровосека обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений. В мае сельчанин в лесу, относящимся к защитным, без разрешения спилил одну ольху волосистую, а также по 12 экземпляров душистых тополей и белой березы. Как пояснил фигурант, летом на даче много комаров. Он использует дымокур, закидывая в него непросушенные дрова. Для этих целей он и произвел рубку. Материальный ущерб от действий дровосека составил более 130 тысяч рублей. Это считается крупным размером. В ходе расследования мужчина вину признал, полностью возместил причиненный ущерб. Вскоре дело рассмотрит суд. Дровосеку грозит до 4 лет лишения свободы. Во второй части выпуска МассМедиа Камчатка смотрите. За первую половину текущего года Краевой парламент принял 57 законов. Ещё одна площадка для занятий воркаутом появилась в Милькове. Выиграть деньги за видеоролик о путешествии могут жители Камчатки. Подробности далее. Экономика, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство и другие области. 57 законов принял Камчатский парламент за первое полугодие. Так, 13 касались экономики и бюджетного процесса. 12 – государственного строительства и местного самоуправления. 7 вопросов были посвящены социальным вопросам. ЖКХ и дорожному хозяйству – 3. Природопользованию и сельскому хозяйству – 2 закона. Ещё 8 приняты по поводу гражданской и муниципальной служб. Как сообщила председатель краевого заксобрания Ирина Унтилова, законотворческая работа проводилась в соответствии с поручениями президента страны, которые он обозначил в послании к Федеральному собранию. В том числе, одним из важнейших была поддержка семей с детьми. Так, на полуострове приняли решение о продлении программы материнского капитала до 2030 года, а также закон о помощи многодетным в погашении ипотечного кредита. Сейчас рабочая группа готовит к рассмотрению законопроект, в рамках которого многодетные семьи будут оставаться в очереди на получение земельного участка, пока старшему ребёнку не исполнится 23 года при условии его очного обучения. Ряд принятых законов был посвящён и муниципальной реформе. С начала года появились Тегильский, Быстринский и Усть-Камчатский округа, здесь чем внесли поправки в 25 региональных законов. Не остались без внимания вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. Так, все участники специальной военной операции, вне зависимости от наличия статуса ветерана, освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили до 200 лошадиных сил. Также продолжается совершенствование закона о предоставлении бесплатных земельных участков военнослужащим, участникам СВО и членам их семей. До конца года депутатский корпус планирует работать над законопроектами, касающимися продолжения муниципальной реформы, новых мер поддержки многодетных, участников СВО и их семей, развития малого и среднего предпринимательства, а также по защите прав камчатских и дальневосточных рыбаков и над другими вопросами. Добавим, первая сессия после парламентских каникул запланирована на сентябрь. Почти 500 камчатцев стали банкротами с начала этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 12%. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда края. Так, за первое полугодие в суд поступили 633 заявления о признании должника банкротом. Из них 36 в отношении юридических лиц, 3 в отношении индивидуальных предпринимателей, а 594 в отношении физлиц. По сравнению с первым полугодием 2023 года заявлений от граждан стало на 30% больше, но при этом в два раза уменьшилось число обращений о признании банкротства от индивидуальных предпринимателей. С начала этого года завершены производства по 470 делам о несостоятельности, из которых 60 дел в отношении юридических лиц, 3 в отношении индивидуальных предпринимателей, 406 в отношении физлиц. Общее количество дел производства, по которым завершено, увеличилось на 19,5%. Добавим, что процедура признания банкротом дает человеку возможность заново выстроить экономические отношения, законно избавившись от необходимости отвечать по накопившимся обязательствам, которые он не в состоянии исполнять. Играют на мягком покрытии, подтягиваются и выполняют серьёзные упражнения на тренажёрах. Ещё одна площадка для занятий воркаутом появилась в Милькове. Средства на строительство спортивного объекта направила депутат ЗАГС Собрания региона Любовь Лазуткина. Поддержка детского спорта – приоритетное направление в её работе. Коренная мильковчанка, которая много лет сама занималась разными видами спорта, Любовь Лазуткина старается помогать юным спортсменам. «Вот смотрите, вы все практически одного возраста. Вам весело здесь?» «Да». «Нравится?» «Нравится вам здесь?» «Да». «Нравится? Будете ходить на эту площадку заниматься?» «Да». Идея поставить уличную спортивную площадку с современными тренажёрами пришла после встреч с избирателями. Средства по программе наказов Любовь Лазуткина направила Мильковскому центру физической культуры и спорта. «Вы знаете, ко мне подошли представители этого микрорайона. Видимо, они посовещались, что им нужна такая воркаутовская площадка. Потому что такая площадка у нас есть в центре, и детям далековато туда бегать, играть, заниматься спортом. И поэтому, когда они ко мне обратились, было принято решение выделить где-то в районе миллиона рублей денег, которые предоставила ЗАГС собрания депутатам для работы. И таким образом, эта площадка получилась вот сейчас на этом месте. Замечательно. Детям очень нравится. Ну и моё сердце радуется, что доброе дело сделано». Но радуются не только дети, но и представители старшего поколения, которых депутат также не оставила без внимания. Для них по программе наказов приобрели спортивный инвентарь. «Тот спортинвентарь, который у нас с вами находится в спортзале, это наши фитболы, гантели, коврики, резиночки, которые мы приобрели для того, чтобы вы занимались. Это всё по наказам депутатов. «Очень довольна, спасибо. Мы очень любим своего рукава». Многие жители Милькова – спортсмены и приверженцы здорового образа жизни. Поэтому помощь депутата в этом направлении востребована. «Нам в прошлом году было выделено 1 миллион рублей для установки спортивной воркаутной площадки в районе РСУ в селе Мильково. Мы установили площадку эту, участвовали в конкурсе. Немножечко у нас осталось денег. На 40 тысяч мы для нашей группы пенсионеров приобрели спортинвентарь. Они занимаются круглый год у нас. На данный момент мы занимаемся на улице. Это свежий воздух. Также всё это полезно. Поэтому деньги мы освоили в полном объёме. Всё выполнили, все наказы депутатов. Поэтому я считаю, что мы справились с работой. Все остались довольны. Дети с площадкой, взрослые со спортинвентарём». Программа наказов действует во всех избирательных округах. По обращениям трудовых коллективов и общественных организаций, каждый депутат законодательного собрания ежегодно формирует перечень наказов и направляет на их выполнение 2 миллиона рублей из краевого бюджета. Увидеть жемчужину Камчатского края бесплатно могут камчатские выпускники. На 30 сентября всем желающим необходимо оформить сертификат на путёвку в Долину Гейзеров. Такой подарок предоставляется один раз в год окончания школы. Заявление на получение сертификата оформляется на региональном портале Госуслуги 41. Право на бесплатную экскурсию предоставляется выпускникам, имеющим регистрацию по месту жительства и месту пребывания в Камчатском крае. Совершеннолетние выпускники подают заявку самостоятельно, а для несовершеннолетних оформить сертификат должны родители. При подаче заявки можно выбрать туроператора, даты и место сбора группы. Записаться на экскурсию можно только после получения сертификата. Он действителен в течение трёх лет с момента получения. Мурал-аэропорт стал одним из фаворитов прошлогоднего фестиваля граффити «Авача стрит-арт» в Петропавловске. Этот рисунок горожане отметили в комментариях в соцсетях мэрии. Мурал нанесён на торец дома 4,2 по улице Фролова на северо-востоке. Автор – Сурен Довтян из краевой столицы. Художник изобразил Елизовский аэропорт, каким он был в 1957 году, когда там построили искусственную взлётно-посадочную полосу. Напомним, фестиваль «Авача стрит-арт» проводится в краевой столице с 2020 года. За всё это время художники нарисовали 78 картин, объединённых камчатской тематикой. Каждая из них продолжает привлекать внимание жителей и гостей города. В этом году к арт-объектам добавятся ещё 11 рисунков. Камчатка станет точкой притяжения лучших мотогонщиков из разных стран. В крае пройдут международные соревнования по мотокроссу, Кубок Содружества 2024. В лично командных спортивных соревнованиях примут участие спортсмены из 18 стран – России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии и Шри-Ланке. Завершит программу выступления российской певицы Клавы Коки. Международные соревнования по мотокроссу состоятся 25 августа в мотопарке Камчатка. Напомним, в прошлом году в соревнованиях приняли участие 17 команд из 14 субъектов Российской Федерации – Камчатского, Краснодарского, Приморского, Хабаровского краёв, Московской, Омской, Пензенской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Камчатский край представляли сильнейшие гонщики региона. Выиграть деньги за видеоролик о путешествии могут жители Камчатки. Для этого нужно принять участие в конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Заявочная кампания идёт уже несколько месяцев и продлится до 30 декабря. Конкурс проходит в следующих номинациях – «Гран-при», «Лучшее путешествие», «Пешее путешествие», «Водное путешествие» и «Зимнее путешествие». Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий. Для участия в конкурсе, инициированным полпредом президента РФ ВДФО Юрием Трутневым, необходимо снять краткометражный фильм до 8 минут о своём путешествии по Дальнему Востоку и направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф. Принимаются работы и прошлых лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 сентября 2022 года по 30 декабря 2024. Победителей ждут ценные призы. Победа в номинациях «Пешее», «Водное», «Зимнее путешествие» принесёт 1 миллион рублей. За второе место в номинациях достанется по 300 тысяч рублей, а за третье место по 100 тысяч. Напомним, второй сезон всероссийского конкурса «На лучшее путешествие по Дальнему Востоку» стартовал 1 мая. Для того, чтобы принять в нём участие, необходимо снять краткометражный фильм до 8 минут о своём путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф. Принять участие в конкурсе могут как дети с 10 лет, но под руководством взрослых, так и сами взрослые, возрастной ценз для которых отсутствует.